Всем привет! В идеале, чтобы стать хорошим певцом или певицей, нужно получить музыкальное образование. Вот только на практике зачастую происходит иначе. Многие популярные артисты не учились ни в Гнесинке, ни в консерватории, однако попали в шоу-бизнес либо благодаря своему таланту, либо связям. Предлагаем вспомнить звезд, кто и без диплома прекрасно чувствует себя на сцене. Певицу Лолиту продолжительное время критиковали за нестандартную фигуру и необычную внешность. Однако она смогла доказать, что все это не главное, впрочем, как и отсутствие музыкального образования. Хотя ее родители имели отношение к эстраде. Мама пела в джаз-бенде, а папа работал конферансье и дирижировал оркестром. Лолиту они не спешили приобщать к музыке. Пением Милявская увлеклась сама, когда училась в восьмом классе. Этому значительно помогли гастроли мамы певицы, на которые она брала дочку. Девушку заметили после начала ее выступлений в группе Кабаре Дуэт Академия, продюсером которой стал ее третий муж Александр Цикало. Впоследствии певица занялась сольной карьерой и радует поклонников своими хитами и по сей день. Музыкальную карьеру певица Нюша начала в 11 лет. В составе группы Гризли она гастролировала по России и Германии. В 14 лет юная звезда попытала свою удачу на проекте «Фабрика звезд», но не прошла кастинг. Успех к Нюше пришел в 2007 году, когда она победила в телевизионном конкурсе «СТС зажигает суперзвезду». Спустя год Нюша заняла седьмое место на международном конкурсе в Юрмале «Новая волна» и записала финальную песню главной героини в фильме «Зачарованная». Музыкального образования, как, впрочем, и высшего у Нюши нет, но она с 8 лет брала индивидуальные занятия с педагогом-музыкантом, научилась играть на фортепиано и освоила основы музыкальной грамоты. Вера Брежнева родилась в 1982 году. Ее родители были обычными работниками завода. Мать по образованию медик, отец – инженер-химик. В детстве Вера не питала никаких надежд по поводу музыкальной карьеры. Девушка увлекалась многими видами спорта, занималась с репетиторами иностранными языками и мечтала поступить на юридический факультет. В итоге окончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист. Впервые с «Виагрой» Вера Брежнева выступила летом 2002 года во время украинских гастролей коллектива. Она была обычной зрительницей, изъявившей желание подняться на сцену во время исполнения попытки номер пять. Видимо, продюсерам понравилось то, что они увидели, и уже в ноябре Веру пригласили на кастинг, на место покинувшей группу Алены Винницкой. Будущая певица Наргиз родилась в 1970 году в Ташкенте в семье музыкантов. В 60-70-х годах ее мать была популярной эстрадной певицей. Выступала она в основном в дуэте со своим родным братом. Так что и дядя Наргиз был близко связан с музыкой. Ее отец был ударником в ансамбле. С самого детства Наргиз крутилась в мере музыки. Ее первое выступление состоялось в четыре года. И с тех пор она то и дело появлялась на сцене и телевидении с песнями и клипами. После окончания школы будущая звезда начала гастролировать с концертами по стране, а также была зачислена в цирковое училище на вокальное отделение. Еще одна бывшая солистка группы «Виагра» Анна Седокова родилась в Киеве в 1982 году. Туда ее семья перебралась из Томска. Мать певицы была учительницей музыки и английского языка. В школьные годы будущая звезда занималась музыкой и танцами, посещала музыкальную школу по классу фортепиано, пела в ансамбле. Однако детство у будущей звезды было тяжелым. С 15 лет Анна подрабатывала, успешно совмещая работу с учебой. Общеобразовательную школу девушка закончила золотой медалью, после чего поступила в университет на специальность актер и ведущий телевидения и тоже окончила его с отличием. Ева Польна родилась в 1975 году в Ленинграде в семье, далекой от музыки. Ее отец был военным врачом, а мать – инженером-технологом на заводе. Несмотря на это, в девочке с самого детства зародилась любовь к музыке. Она посещала танцевальный кружок и пела в хоре, а еще увлекалась научной фантастикой. У певицы два высших образования, но ни одно не имеет отношения к музыке. Свой первый диплом Ева получила по специальности «Библиотекарь-библиограф», а второй – по направлению «Информационный менеджмент и маркетинг». Друзья, нам нужна ваша помощь. Мы готовим ролик о бездарных и талантливых певицах российского шоу-бизнеса. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто, по вашему мнению, имеет голос, а у кого он отсутствует. Бузову не предлагать. Каролина Куек, известная нам как певица Ани Лорак, родилась в маленьком городке Китсмань в 1978 году. Семья была бедной, отец ушел еще до рождения Ани, и матери пришлось в одиночку поднимать четверых детей. Из-за этого в 6 лет будущая звезда с братьями оказались в школе-интернате, где Ани проучилась до 7 класса. С самого раннего детства Каролина выступала на школьных и городских конкурсах. Известной девушка стала в 1995 году, после участия в российском популярном шоу. Высшего образования у Ани Лорак нет. Диана Арбенина родилась в 1974 году в Беларуси в семье журналистов. Девочка всегда тяготела к музыке, но серьезно, ею никогда не занималась в юном возрасте. Даже странно, как этой девушке удалось стать одной из самых известных отечественных рок-звезд, ведь по образованию она филолог, а не музыкант. Чтобы стать дипломированным специалистом, она изучала иностранные языки в Санкт-Петербурге и Магадане. Свои первые песни Арбенина написала в 1991 году, тогда же начала выступать на небольших местных концертах и в барах. Именно первые песни принесли ей наибольшую популярность. Кристина Арбакайте родилась в 1971 году в Москве в семье начинающей тогда певицы Аллы Пугачевой. Родители Кристины развелись, когда ей было всего два года. Из-за плотного графика гастролей Кристина практически не видела родителей и вплоть до школьных лет проживала у родителей отца в Литве. Там она ежедневно занималась на фортепиано и ходила на бальные танцы. В Москве она училась в школе с английским уклоном, посещала уроки балетных танцев и вокала. С самого детства девочка пела на сцене и снималась в кино. Ее успехи отмечали не только в СССР, но и за его пределами. В 1995 году она поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства. Кристина не унаследовала от мамы такой же сильный голос, но ей достались многие другие положительные качества – артистизм, пластичность, умение расположить к себе. Будущая певица Юлия Чичерина родилась в августе 1978 года в Свердловске. В детстве Юля обожала рисование, прилежно посещала художественную школу, поэтому родители были уверены, что девочка изберет путь художника или архитектора. Однако еще больше, чем рисовать, Юле нравилось петь. Она участвовала в школьной самодеятельности, самостоятельно научилась играть на гитаре и ударных. После окончания школы Чичерина собиралась получить специальность библиотекаря-архивиста. Поскольку пошла она туда из-за низкого проходного бала, обучение Юле не нравилось. Уже через год она увлеклась музыкой и бросила учебу. Родители узнали, что Чичерина отчислена из училища, лишь после того, как ее музыкальное творчество стало успешным. Наталья Рудина, известная как певица Натали, родилась 31 марта 1974 года в городе Дзержинске Нижегородской области. Родители Натали не имели отношения к миру искусства, они были работниками химического предприятия. Как признавалась певица, музыка жила в ее сердце всегда, но в школьные годы о карьере певицы она не мечтала, хотя и училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В старших классах Наталья недолгое время пела в школьной группе «Шоколадный бар», в которой ее брат был ударником, а в 1990 году стала участницей коллектива «Поп-галактика». По окончании средней школы Наталья поступила в педагогическое училище и, окончив его, начала преподавать в младших классах. Но по специальности работала недолго, будучи супругой Александра Рудина, уехала в Москву, где начала творческую карьеру. Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица «Глюкоза», родилась 7 июня 1986 года в Москве. В 1993 году, когда будущей певице исполнилось 7 лет, Наталья поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 ее бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Яролаж». В 13 лет получила роль в фильме «Война принцессы», в 14 снялась в кинокартине «Триумф». Музыку для этого фильма писал Макс Фадеев, который заметил на съемочной площадке молодую актрису и увидел в этой бойкой харизматичной девчонке огромный потенциал. Старшие классы Наташа оканчивала в вечерней школе, так как не могла совмещать учебу с карьерой певицы. Ставь лайк, жми на колокольчик, пиши комментарии, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи!